Вас приветствует компания «Простой софт». Представляем вашему вниманию конфигурацию строительства индивидуальных домов. Конфигурация строительства индивидуальных домов построена на платформе программы «Учет клиентов» и предназначена для ведения учета в организациях, которые занимаются строительством индивидуальных домов. После запуска программы в окне конфигурации появляется форма с кнопками для быстрого перехода к таблицам «Объекты», «Клиенты», «Этапы работ», «Финансовые операции», «Поступление материалов» и «Расход материалов». Перейдем к таблице «Объекты». Данную форму можно отключить. Для этого необходимо перейти в меню «Файл», «Свойства базы данных», «Показывать форму», «Снять галочку». Конфигурация строительства индивидуальных домов содержит таблицы-справочники, фактические таблицы и отчеты. На основные вкладки вынесены таблицы «Объекты», «Клиенты», «Этапы работ», «Работы по этапу», «Поступление», «Расход материалов», «Списание», «Финансовые операции», «Состояние склада» и «Сотрудники». Также каждый пользователь может настроить основные вкладки под себя. Меню «Сервис», «Параметры», «Показывать вкладки». На панели инструментов расположены кнопки для работы с таблицами. Каждая кнопка имеет всплывающую подсказку. Перейдем к таблице «Объекты». Данная таблица является основной таблицей и содержит необходимую информацию по всем строящимся объектам нашей организации. Это наименование объекта, фамилия, имя, отчество клиента, заказчика, информация о местонахождении данного объекта, финансовая информация по объекту, дата начала работ, дата окончания и т.д. Красным цветом выделены записи по объектам со статусом «Закрыт». Синим цветом выделены активные объекты. Для этого в свойствах таблицы, функции цветовыделения, мы выбрали поле «Статус», указали условия «Активен» или «Закрыт», выбрали свойства «Цвет фонозаписи» и указали необходимые цвета. Таблица «Объекты» имеет подчиненные таблицы «Этапы работ», «Платежи», «Поступление» и «Состояние склада». В таблице «Этапы работ» отражены все этапы строительства по данному объекту. В таблице «Платежи» мы указываем все входящие платежи от клиентов, опять же, по данному объекту. В таблице «Поступление» указываются поступившие материалы по объекту, то есть материалы, которые были заказаны для строительства данного конкретного объекта. В таблице «Состояние склада» показано актуальное количество строительных материалов на объекте. Таблица «Клиенты» содержит контактную информацию о всех клиентах, заказчиках нашей организации. В подчиненной таблице «Объекты» можно просмотреть, какие объекты строительства принадлежат тому или иному клиенту. Перейдем в таблицу «Этапы работ». Данная таблица содержит информацию по этапам работ по всем объектам строительства, которым занимается наша организация. Слева от таблицы построено дерево по полю «Объект» для быстрого поиска этапов работ по тому или иному объекту. Для этого в свойствах таблицы в функции «Дерево» мы указали поле «Объект», сортировка веток по возрастанию и брать данные из таблицы. Внизу таблицы подведены итоги по полю «Сумма по договору», «Бюджет», «Прибыль планируемая» и «Прибыль фактическая». Для этого в свойствах таблицы в поле функции «Итоги» мы указали поля «Сумма по договору», «Бюджет», «Прибыль планируемая» и «Фактическая» групповая операция для всех полей «Сумма». Добавим новую запись в таблицу «Этапы работ». Выбираем объект из таблицы «Объекты», указываем этап работы, номер и дату договора, прописываем сумму по договору, сумма бюджета была прописана автоматически, так как она уже была заполнена в таблице «Объекты». Сумма прибыли планируемая была рассчитана по формуле «Сумма по договору» минус «Сумма бюджета». Прибыль фактическая также рассчитывается по формуле «Сумма по договору» минус всего потрачено. Так как всего потрачено у нас пока ноль, то, соответственно, и прибыль фактическая у нас пока равна сумме по договору. Поля «Сумма работ» и «Сумма материалов» заполняются автоматически после заполнения подчиненных таблиц работы по этапу и расходу материалов. Указываем дату начала, этап работы. Также можем указать дату окончания планируемую, дату окончания фактическую. Нажимаем кнопку «Ок». Таким образом, мы добавили запись по новому этапу работ по объекту «Дом-3». В подчиненной таблице работы по этапу укажем также наименование работ по данному этапу строительства. Нажимаем кнопку «Добавить». Из справочника работы выберем наименование работы по данному этапу строительства. В подчиненной таблице участники работ выберем всех работников, которые были задействованы в строительстве на данном этапе. Нажимаем кнопку «Добавить». Из справочника работники выбираем работника. Указываем процент от суммы. Поле к зарплате пересчитывается автоматически. По формуле процент от суммы, которая прописывается в таблице работы по этапу. В подчиненной таблице расход материалов укажем материалы, которые были израсходованы на данном этапе работы. Нажимаем кнопку «Добавить». Выберем код материала из таблицы «Состояние склада». И видим, что на данный момент на складе по данному объекту материалов нет. Для того, чтобы они там появились, нам нужно добавить поступление данного материала на склад. Перейдем в таблицу «Поступление» и добавим новую запись. Укажем дату поступления, тип расчета, поставщика из таблицы справочника «Поставщики». Сотрудника из таблицы справочник «Сотрудники». И обязательно укажем объект. Нажимаем кнопку «Ок» и в таблице «Поступившие материалы» укажем материал, который поступил на склад по данному объекту. Нажимаем кнопку «Добавить». Также выбираем материал из таблицы справочника «Материалы». Указываем количество. Сумма у нас пересчитывается автоматически. Нажимаем кнопку «Ок». В таблице «Поступление» также автоматически было заполнено поле «Сумма прихода». Теперь мы можем вернуться к таблице «Этапы работы» и добавить материал, который поступил на склад по данному объекту. И мы видим, что на складе он у нас теперь отображается. Указываем количество. Поле «Сумма» рассчитывается автоматически. Поле «Код объекта» и «Код этапа» также заполняется автоматически. Мы заполнили подчиненную таблицу «Работа по этапу» и подчиненную таблицу «Расход материала». В главной таблице «Этапы работ» также автоматически было заполнено поле «Всего потрачено». Сумма в поле «Прибыль фактическая» также была пересчитана. Таблица «Работа по этапу» также вынесена на основные вкладки. Ее можно заполнять как стоя на основной вкладке, так и стоя на вкладке «Этапы работ». Также и таблица «Расход материалов» вынесена на основные вкладки. Стоя на основной вкладке, удобно осуществлять поиск расходуемых материалов по тому или иному объекту. Мы можем открыть дерево, которое также построено по полю «Объект». Либо же можем воспользоваться фильтрами и отфильтровать информацию по материалу бетон. Укажем поле «Материал» – «Бетон». Отфильтровали информацию по материалу бетон, также можем выбрать определенный объект. В таблице «Списание» мы можем списать тот или иной материал. После поступления расхода и списания материалов актуальная информация по ним отображается в таблице «Состояние склада». Также, используя дерево слева, мы можем отфильтровать информацию по состоянию склада на каждом объекте. В таблице «Финансовые операции» показаны все финансовые операции нашей организации. Таблица «Сотрудники» является таблицей-справочником по всем сотрудникам нашей организации-пользователям данной конфигурации. Конфигурация строительства индивидуальных домов содержит отчеты «Расходы по объектам за период», затраты на материалы по объектам, финансовые операции компании за период и состояние склада. Сформируем отчет «Финансовые операции компании за период». В окне «Формирование отчета» мы укажем в фильтрах дату начала периода и дату его окончания и нажимаем кнопку «Показать». Таким образом, мы сформировали отчет «Финансовые операции компании за период» с выводом в HTML. Также мы можем сформировать данный отчет с выводом в Excel. В форме отчета выбираем «Вывод в Excel» и нажимаем также кнопку «Показать». Наш отчет сформировался в программе Excel. На этом все. Надеемся, что использование конфигурации строительства индивидуальных домов сделает ваш рабочий процесс таким же простым, как и все наши программные продукты.